Друзья мои, всем привет-привет, с вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «На одной волне» от автора Денаис Ватерлоу. Ссылка на фанфик находится в описании под видео, а также, друзья, обязательно загляните в комментарии к этому видео, где прикреплены все полезные ссылки. На мой новостной канал, где новости выходят каждый день, на мой влоговый канал, на мой второй YouTube-канал с озвучками, а также на мою страницу Boosty, где более 80 фанфиков мои озвучки уже выложены, и там же мы с вами встречаемся по вечерам в прямом эфире. А также прикреплена ссылка на страницу Кока Джамба, где огромное количество фильмов о бантанах в прекрасной озвучке, и там же реалити-шоу с участием BTS, и там же озвучиваются дарамы, и мы там смотрим концерты. Так что обязательно загляните в комментарии, а прямо сейчас у нас глава 14 фанфика «На одной волне», и поехали! Австралия, Беллсбич, Виктория, 2002 год Харви сидит рядом с Тихеном в такси и не сводит с него тревожного взгляда. Парень не проронил ни слова, когда за ним приехали, но хотя бы оставался в ясном сознании. Откинув голову на спинку сидения, Ким сжимает руки и шумно дышит. Плотно смыкает глаза и губы, будто ему адски больно. Марлин получал травму во время занятий, но всегда смотрел на тренера с виноватой улыбкой и сам же успокаивал, поясняя, что у него высокий болевой порог. А здесь же было совсем иное. Харви понимает это почти сразу, но решает расспросить чуть позже, когда доберутся до отеля. Он лишь дважды тихо интересуется, все ли под контролем, на что Те коротко кивает, стараясь держаться из последних сил. Они молча поднимаются на нужный этаж и закрываются в номере мистера Пита, где помимо спальни есть небольшая гостиная. Мужчина украдкой наблюдает, как Ким садится на край дивана и замирает, уставившись в одну точку. Харви не находит ничего лучше, как налить ему немного виски, да и себе тоже. Добавляет льда и протягивает эстакан, но парень настолько погружен в мысли, что даже не замечает этого. — Техион, — осторожно зовет его Харви. — Возьми и выпей, чтобы хоть немного отпустило. Марлин переключает внимание на стакан и берет его дрожащей рукой. Пока пальцы плотно сжаты, не так заметно, как трясет Кима. — Погоди. — тренер забирает его виски, ставит на столик и усаживается рядом. — Да что же, опять стряслось. Ну, как ты вообще очутился? Там — это же почти другой конец города. Поехал поговорить с ним. Едва слышно отвечает Те. — Ну, мы же вроде обсудили. Ну, зачем тебе делать еще больнее? Харви обнимает парня. — Я не могу. Я так скучаю, что сил нет. Судорожно вздыхает Техион. Его сестра уговорила меня, сказала, что Ченгук тоже с ума сходит. И, судя по всему, все прошло не очень гладко. Аккуратно интересуется тренер. Он был в постели с девушкой. С трудом произносит Ким. Ох, ошарашенно выдыхает мужчина. Это весьма неожиданно. Ощущение, будто они специально хотели, чтобы я увидел. Сделать мне невыносимо больно. В отчаянии шепчет Техион. — Из мести и ревности? — предполагает Харви. — Даже не знаю, зачем. — Вообще ничего не понимаю. Техион все же берет стакан и делает пару глотков. — Да почему люди такие сволочи? Откуда в них столько бессердечности? — Ты совсем другой человек. С особым мировоззрением. Удивительно, как тебе удалось не ожесточиться после всего того, что с тобой происходило в детстве и юношестве. Я верю в лучшее. В настоящую любовь. Он горестно вздыхает. — А сейчас? — А сейчас я просто хочу уехать и забыть все это дерьмо, как кошмар. — Нервно усмехается Техион. — Как самочувствие. Интересуется Харви, не скрывая своего беспокойства. — Если ты о приступах, то я все контролирую, не переживай. Устало отзывается Те. — Уверен? — Мы можем, — начинает он, но ему не дают договорить. — Нет, Харви, не вздумай снова сказать о том, что мне не стоит выступать послезавтра. Мы же сами создали такой ажиотаж вокруг моей личности. Люди ждут, спонсоры тоже. Представь, какой будет масштаб разочарования, если я сольюсь в последний момент. — Но мне гораздо важнее твоя безопасность. Я найду, что ответит спонсорам. Да и вообще плевать на них. А мне нет. Ты же сам пророчил мне хорошее будущее не только в серфинге, но и в рекламной деятельности. Для чего мы так долго шли к этому? Чтобы просто взять и бросить все из-за какого-то мудака? Он залпом допивает виски. А вот такой настрой мне уже нравится. — Это напомнило ту стычку с твоим отчимом на пляже. Тогда ты так разозлился, — усмехается Харви. Я и сейчас злюсь. Но на себя. За то, что позволил себе так расслабиться и влюбиться, да еще и перед важным событием. Ну, сердце, знаешь ли, не спрашивает, когда и кого впускать. Чувства просто появляются, и все. Но можно научиться управлять ими и довольно умело контролировать. Терпеливо поясняет мужчина, потому что сам оказался в подобной ловушке. Я, к сожалению, не имею никакого опыта в этом. Ты вообще не думал, что любить это так больно. Ты ошибаешься. Когда все взаимно, это настолько прекрасно, что и словами не передать. Вот именно, взаимно, — с горечью добавляет Те. Не переживай, все наладится. У тебя это впервые, а поэтому ощущается особенно ярко и эмоционально. Ты хочешь сказать, что с годами я стану черствым сухарем? Грустно усмехается парень, и чувство дикую усталость от сегодняшнего сумасшедшего дня откидывается на спинку дивана. Ни в коем случае. Просто научишься мыслить шире и не так переживать это все. Ну, спасибо тебе за поддержку. Иногда мне кажется, что ты слишком возишься со мной. Тебе не кажется, смеется тренер. Но мне это в радость. Ободряюще хлопает его по плечу мистер Пит. Я пойду к себе, — виновато улыбается Ким. Время уже хрен знает сколько. Ты обещал хорошенько отоспаться завтра, — напоминает Харви. Помню. Буду отдыхать и стараться не думать о плохом. Тихен уходит в соседний номер и, закрывшись в ванной, включив воду, дает волю слезам. Ему нельзя сильно поддаваться эмоциям, иначе это опять скатится в приступ, что было недопустимо. Он сворачивает полотенце и кричит в него почти беззвучно, но настолько отчаянно, будто у него кто-то умер. А может, так и есть? Только умер он. Сам. Чунгук открывает глаза и с удивлением понимает, что потолок другой. Да и стены тоже. И вообще, это незнакомая комната, в которой он каким-то образом очутился. Голова раскалывается, в ушах звенит, а паника нарастает с каждой секундой. Нет ничего хуже, когда организм подводит тебя настолько, что ты ни хрена не помнишь. Гук поворачивает голову и с ужасом смотрит на спящую Бонни. Охренеть. Ошалелый шепчет Чон и немного отодвигается, судорожно соображая, что теперь делать. Чунгук лежит в одних трусах, а рядом девушка, обнаженная грудь которой красноречиво говорит о том, что ночью кто-то ее касался. И не только ее, скорее всего. Чону настолько невыносимо смотреть на это, что он аккуратно накрывает Бонню уголком одеяла и вновь таращится в потолок. Твою ж мать, а как же так? Да неужели у нас что-то было? Все это смахивает на дешевое кино, в котором главные герои переспали, а наутро пришел ужас, раскаяние и полнейшее разочарование в самом себе. Чунгук помнит, как они находились на лоджии, как пили вино и болтали. А потом случился полный провал. Гук понимает, что было не настолько много алкоголя, чтобы так отключиться. Хотя, вероятно, он выпил еще. И как можно забыть секс? Да если бы Чунгук был в дрободан, у него вообще не встал бы. К тому же, после близости с Тихеном, Чун с трудом представлял, что мог бы вот так сразу переключиться на девушку. Это же не трусы поменять с красных на синие. И в голове все должно перестроиться. И зачем спать с другими, когда еще любишь человека? Где логика? Да как так вышло, блин? Доброе утро. Сонно моргая, улыбается Бонни. Только не смотри на меня такими глазами. А какими? А шарашина спрашивает Гук. Ну, будто ты видишь меня в первый раз. Хихикает она и сладко потягивается, вновь обнажая упругую и аккуратную грудь. Прикройся. Это звучит и правда нелепо. Да, Чунгуки, ты такой смешной, а вчера был более сговорчив. Не понимаю, мотает головой он. Мы мало выпили, как так вышло? Фу, и часто у тебя такие провалы случаются. Девушка все же натягивает на себя одеяло и устраивается поудобнее. Мы еще спускались ко всем и выпивали с ними, а потом вернулись сюда. Не помню. Будто кто-то просто стер кусок вечера, растерянно говорит Гук. Тут так жаль. Этот фрагмент был самым горячим, а ты и не помнишь, вздыхает Бонни. Пойдем в душ и повторим. Что? Чунгук снова смотрит на нее в панике. Ну ладно тебе, ну совсем скромняга с утра, ну такой трогательный. Щебечет Бонни, чмокает его в щеку и, выбравшись из постели, щеголяет аппетитными ягодицами в тоненьких кружевных трусиках. Присоединяйся, милый. Девушка скрывается за дверью в ванной, а Чунг нервно вздрагивает от увиденного. Блин, 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 шипит он на растающем ужасе. Чунгук ходит по комнате и ищет свои вещи. Пока одевается, Бонни, завернутая в белоснежное полотенце, уже возвращается. Если бы на нее посмотрел нормальный парень, то он среагировал бы моментально. Завалил на кровать и взял, что полагается, тем более девушка явно была не против. Но это точно не про Чунгука. Он пятится от нее, как от прокаженного, и ударяется спиной в массивный шкаф. «Да у тебя такое лицо, будто призрака увидел», — хихикает она. «Да не переживай, я не собираюсь приставать. Буду надеяться, что память вернется, и ты сам ко мне придешь с желанием повторить», — спокойно говорит Бонни. «Послушай», — Чунгук выставляет ладонь вперед. «Это все настолько абсурдно, что просто нет слов, и я тебя прошу, не веди себя так, будто мы в отношениях. Я никогда не давал тебе повода даже думать о том, что между нами что-то может быть, и пришел я сюда, чтобы поговорить с Тихеном, а не для этого вот всего». Он истерично смеется. Девушка складывает руки на груди и ищурится. Ей казалось, что после такого Чунгук хоть немного подпустит к себе, но он еще больше отгораживается от нее и бежал, как от чумы. «А, кстати, о Марлине», — хмыкает Бонни. «Вчера он и правда был здесь». Чун, понимая, к чему клонят эта девица, замирает. «Скорее всего, ты пришел, увидел его в обнимку с Бонни и сразу же убежал. Он не стал бы подходить и устраивать разборки. Не после того, что ему наговорил сам Чунгук. «Хватило же наглости запереться к нам в спальню!» Она театрально вздыхает и поднимает платье с пола. «Не поможешь застегнуть?» Чун перестает дышать, чувствуя, как тело сковывает льдом от ужаса. «Он видел нас?» — в шоке спрашивает Гук. «Представь себе! Ну и физиономия у него была!» Бонни звонко смеется. «Не все же им у тебя обманывать!» Она осекается, наконец, заметив, с каким лицом стоит Чунгук. «Эй, с тобой все в порядке?» Чун мотает головой и, выставив перед собой ладонь, чтобы девушка даже не приближалась к нему, огибает Бонни по большой дуге, дергая дверь. Она заперта, поэтому приходится повозиться замком. «Чунгук!» — обиженно раздается за его спиной. «Как это понимать?» Она хватает парня за плечо, но сразу же убирает руку, когда встречается с испепеляющим взглядом. «Не трогай меня сейчас!» — цедит Чун. «Просто, блин, оставь меня в покое!» Замок, наконец, щелкает, выпуская его из плена, и ты ненормальный. В нос ударяет стойкий запах перегара и табака. За ночь красивый особняк успел превратиться в логово разврата, а мысль о том, что Гук принимал в этом непосредственное участие, просто нахрен убивала. В голове не укладывалось, что он мог так поступить. Уж точно не в этом случае. Когда душа на разрыв и тоска по одному единственному человеку. «Да разве можно спать с кем-то в пьяном угаре?» Но, судя по всему, можно, раз он проснулся в объятиях Бонни. «Твою мать!» Чунгук спотыкается и чуть не растягивается на липком и скользком полу, ругая себе под нос. Сидящие в гостиной и активно похмеляющиеся, выжившие после этой всемирной попойки, пялятся на Чуном недоумение. Но он даже не смотрит в их сторону и не говорит ни слова, стремительно направляясь к выходу. Бонни, свесившись через перила, наблюдает за ним со второго этажа и психует. «Да ничего не работало с этим гребаным Чунгуком! Ни разнообразные варианты соблазнения, ни откровенный поцелуй, ни якобы проведенная вместе ночь!» Ей понять бы одну простую истину. Не все в этом мире можно получить по щелчку пальцев. Тем более, когда речь идет о людях и их чувствах. «Не зря говорят, что насильно мил не будешь. Как ни крути, а итог все равно окажется не в твою пользу!» Она сжимает руки и уходит в спальню. Ну, чтобы хоть немного успокоиться. Чунгук не помнит дороги до дома, но как только влетает в квартиру, из спальни выбегает Сайон и испуганно смотрит на брата. Гуки. Она следует за ним на кухню, в панике наблюдая, как тут мечется по небольшому помещению, будто раненый зверь в клетке. «Это капец! Это просто капец!» Восклицает Чун и чуть не рвет на себе волосы. «Ну, что случилось?» Округлив глаза, спрашивает сестра. «Ты была там вчера?» «Скажи мне, что все это неправда!» Дрожащим голосом просит Чунгук. «Была. А это Хён?» Он с надеждой смотрит на Сайон, но по глазам все понимает. Чун машет рукой, и содержимое столешницы летит на пол. «Ну, я не знала, что ты с ней, иначе не повела бы его туда!» Девушка закрывает лицо ладонями и громко всхлипывает. «Ну, прости, ну, прости меня!» Чунгук замирает на секунду, когда понимает, что у него уже крыша едет от последних событий. Он умудрился напугать сестру и устроить погром на кухне. «Боже, нет, только не плачь сейчас, я не вывезу еще и тебя успокаивать!» Гук притягивает ее к себе. «Ну, все, слышишь? Ну, не реви, дуреха!» Шепчет он, хотя у самого глаза на мокром месте. «Я... я просто хотела как лучше!» Сайон шмыгает носом. «Ну, думала, что вам удастся поговорить, и я и не представить не могла, что ты и Бонни... Господи!» Как он отреагировал, поглаживая ее по волосам, обреченно спрашивает Чунгук, хотя и сам примерно знает. «Убежал. Я пыталась его догнать, но не вышло. Это ужасно! Мне так стыдно перед ним!» Сайон снова всхлипывает. «Я ничего не помню, и это очень странно», тихо говорит он. «Даже когда я нажирался в стельку, все равно не было таких провалов. А тут прямо и секс у нас был, и все как по маслу, а я как чистый белый лист. Это просто не вяжется у меня в голове!» «Думаешь, Бонни тебе что-то подсыпало?» Сайон отстраняется и удивленно смотрит на брата. «Не исключено. Потому что я имел неосторожность выпить с ней вина на лоджии той самой спальни. А потом все. Очнулся уже утром. Странно, не находишь?» «Но когда открылась дверь, ты и правда лежал в кровати и не реагировал. Но все произошло так стремительно, что я не успела сообразить и рванула за Тихеном. Бонни ведет себя так, будто у нас был секс. Но я и не верю. Это бред какой-то». «Согласна». «Да вот же угораздило меня связаться с этой идиоткой!» восклицает Чон. «Это опять я виновата!» вздыхает сестра. «Ну прекращай, Сайон!» ругается Гук. «Ты не могла знать, что она дойдет до такого!» «И что теперь делать?» растерянно спрашивает девушка. Поговорит с Тихеном. «Но сперва я мечтаю о душе, чтобы смыть себе все, что хоть как-то связано с Бонни Ли». «У Чонгука есть несколько часов, чтобы привести себя в порядок. Не только себя, но и мысли. Факт, что его жестоко обманывают, уже так очевиден, что надо быть полнейшим идиотом, чтобы верить в это и дальше. Если Бонни считает, что Чонгук – безвольный олень, которого можно увезти за собой куда угодно, то Гук докажет ей обратное. Он был зол. Нет, Чонгук был просто в бешенстве». Чонгук отправляется в отель-рандеву с четкой уверенностью, что сумеет донести до Кима все свои мысли и догадки по поводу этой гадины. Но когда приезжает, на ресепшн ему сообщают, что Утехен с мистером Питом пока не вернулись. Ревность еще душит его, но Гук старается не думать о плохом. Все-таки Харви и правда тренирует Марлина и заботится о нем. Они же вполне могли просто дружить. Но почему Чонгук, к примеру, не ревнует Кима к Куперу, хотя тот спал с ним в палатке? Но, кажется, ответ очевиден, потому что у Инсли натуральный натурал, который не пропустит мимо ни одной юбки. А про мистера Пита давно уходят не просто слухи. Многие знают о его ориентации. И тот факт, что его лучший ученик той же ориентации, наводит на мысль. При определенном раскладе между ними что-то, вероятно, было. Но обо всем же можно было спросить у самого Те. Когда Чонг проанализировал свое поведение, ему стало откровенно стыдно. Он руководствовался исключительно эмоциями и вспышкой неконтролируемой ревности, а не разумом. И одному Богу известно, что вчера Техен подумал, когда увидел Гука в кровати с Бонни. Вероятно, сейчас Ким не пожелает и поговорит с ним. Но попытаться стоило. Чонгук садится в вестибюле и терпеливо ждет. Но проходит несколько часов, а никто так и не появился. Чонг начинает нервничать и направляется на улицу, чтобы хоть немного размяться. Взгляд сразу же натыкается на знакомый силуэт. Он настолько изучил его и будто определял среди других буквально на клеточном уровне. А потому замирает на самой верхней ступеньке и смотрит, как Техен разговаривает с Харви, который стоит спиной к отелю. Те замечает выходящего из центральных дверей Гука почти сразу. Это шокирует его, потому что он ожидал увидеть здесь кого угодно, но только не Чонгука. Ким переключается на собеседника, хотя совершенно не понимает, что Харви говорит ему. В висках стучит кровь, а паника буквально захлестывает. Если сейчас Чонг подойдет к ним и начнет плестеть что-то в свое оправдание, Техен просто не выдержит этого. Ему забыть бы и хоть как-то переключиться перед завтрашним днем. Но нет, нужно же было припереться именно сюда. Марлин смотрит на тренера и мысленно просит у него прощения. Он объяснит все позже. Видит Бог, я не хотел. Ты не находит ничего лучше, как впиться в губы мистера Пита, чтобы Чунгук оставил его в покое, чтобы убедился в своих идиотских догадках и больше никогда не подходил к нему. Пусть катится ко всем чертям вместе со своей Бонни. Губы Харви оказываются на удивление мягкими и сухими. К тому же на второй секунде Техен с ужасом понимает, что ему, блин, отвечают на поцелуй. Да еще как. Чужой язык неожиданно проникает в рот и довольно властно кружит вокруг его собственного. Это чертовски шокирует, и Тенни сразу соображает, что нужно отстраниться. Сколько прошло секунд. Да что это вообще было? Он ошалело смотрит на тренера, а потом за его спину. Ну, там уже никого нет. Не было никаких сомнений, что Чонгук все видел. Ким же именно этого и добивался, чтобы Чон свалил навсегда из его жизни. Но тогда почему так больно? Почему вообще все так? Слезы сами катятся из глаз, а остатки кислорода покидают легкие. Техен? Харви с беспокойством смотрит на него. Что происходит? Почему ты ответил? В панике спрашивает Марлин. Почему не оттолкнул меня? Почти срывается на крик. Ты послушай. Господи! До него наконец доходит. Почему Харви так о нем заботился? Покупал такие подарки и никуда от тебя не отпускал. Скажи, что это неправда. Давай зайдем в отель и спокойно поговорим. Терпеливо просит мистер Пит. Не трогай меня! Он шарахается от него. Я... Ты поцеловал меня среди улицы. И да, я ответил. Еле сдерживая эмоции, говорит Харви. Не стоит устраивать разборки здесь. На нас и так все уже смотрят. Тренер тащит его к центральному входу. И когда они оказываются в лифте, Техен впервые видит злость в чужом взгляде. Он был там, выдыхает мистер Пит. Кто? Удивленно моргает Техен. Чунгу! Ты смотрел на дверь за моей спиной, а потом просто впился в мои губы. Как это понимать, мать твою? Шипет Харви. Я не должен был прости, но ты... Я считал, что ты не ответишь. Скажи, что это не то, о чем я думаю. Он умоляюще смотрит на тренера. Я не умею читать чужие мысли, Те. Устал оговорить мистер Пит и первым выходит из лифта, направляясь к номеру. Да Техену хочется провалиться сквозь землю, исчезнуть, испариться, сгинуть. Все, что происходит в последние дни, было для него чересчур. Мозг отказывается воспринимать информацию, тем более в таком негативном ключе. Да и собственные поступки просто поражают. Да как он мог поцеловать своего тренера? На что вообще рассчитывал? Ну, очевидно же было, что единственным желанием оставалось насолить Чунгуку. Любой ценой. Нужно сказать, что удалось на славу. Парни и след простыл, будто его и не было никогда. Но почему же на душе так паршиво? Почему все болит внутри и буквально разрывает на части? Техен садится на диван и роняет голову на скрещенные руки, шумно выдыхая. Он молчит, Харви тоже. Отчего становится еще хуже. Для него тренер был одним из самых близких людей. И что же теперь? Получается, мистер Питт воспринимал его не как любимого ученика. Скажи, что это неправда. Совсем тихо просит Те. Харви прекрасно понимает, о чем речь. И чувства Техена тоже. Корит себя за такую оплошность и не знает, что сказать ему. Он гораздо старше и опытнее, а повел себя как юнец. Мужчина присаживается рядом и делает глубокий вдох. Когда ты только появился на пробном занятии, я сразу обратил на тебя внимание. Ты стал тренироваться. И как-то так получилось, само собой, что мы много времени проводили вместе. Я прекрасно понимал, какая у нас разница в возрасте, поэтому никогда не позволил бы себе ничего такого. И даже когда ты делился самым сокровенным и первым сексуальным опытом, я относился терпеливо и с пониманием, хотя в душе все переворачивалось. Для меня в какой-то момент главным стало то, что ты просто рядом и с тобой все хорошо. Остальное было неважно, понимаешь? Ты дорог мне. Но я никогда не посмел бы даже коснуться тебя в таком ключе. Это как осквернить святыню. Ты только не говори, что я твоя святыня, пораженно шепчет Те. Можно и так сказать, соглашается он. Я желал для тебя лишь счастья, стабильности и покоя. Пока был рядом, мне хотя бы удавалось контролировать два последних пункта. А вот с первым, конечно, проблема. Прости, но все же не укладывается у меня в голове, дрожащим голосом говорит Марлин. Ты никогда и не узнал бы об этом, если бы не полез целоваться, сетует Харви. Можно я налью нам выпить? Нужно, с нервной улыбкой соглашается тренер. Далеко уйти не получилось, потому что из-за нахлынувших слез Ченгук не видел ничего вокруг, а потому он просто сел за углом здания на первую попавшуюся лавочку и спрятал лицо в ладонях. Больно и чертовски обидно. Но, вероятнее всего, заслужено. Если учитывать то, что Тихен увидел в спальне того особняка, этот поцелуй в цветочке, ему наверняка было еще хуже. Ченгук понял, что как только Те заметил его, последовали такие радикальные действия. Пока одно было непонятно. Марлин так поступил ему назло или потому, что целовал Харви уже много раз? Не похоже, чтобы тот был против, потому что не попытался отстраниться. В голове роилось столько вопросов, а ответов совершенно не было. Все происходящее за последнюю неделю смело можно было назвать одним единственным и очень емким словом – «трындец», который не заканчивался, а лишь набирал обороты. Ченгук же готов просить прощения и поговорить на чистоту. Им обоим это было необходимо, но по итогу он с ужасом осознал, что только разговором здесь никак не обойтись. Марлин даже не станет слушать, а с предположениями о подставе со стороны Бонни и вовсе пошлет далеко и надолго. И будет прав. Ченгук бы тоже не простил. И от осознания собственной тупости захотелось заорать на всю округу, чтобы хоть как-то выплеснуть накопившиеся эмоции. Он боялся влюбляться, но это уже случилось, поэтому нужно что-то делать, пока крыша окончательно не съехала. Гук был уверен на сто процентов, что у него ничего не было с Бонни, потому что прекрасно знает свой организм. Может, девушка и не планировала, чтобы Тихен все это увидел, а лишь надеялась на взаимность с утра. Но это ж какой нужно быть, чтобы опуститься до такого? Ченг был воспитан так, что никогда не поднял бы руку на девушку, но, блин, ее хотелось просто придушить нахрен. Бонни Ли удалось за короткий срок внести раздор вселенских масштабов в их еще не устоявшиеся отношения. А всего лишь нужно было выключить бушующую ревность и эмоции и поговорить с Тихеном. Завтра состоится закрытие чемпионата и объявление победителей в разных категориях. После этого Те, скорее всего, покинет город, а Ченгук больше никогда не увидит его. Этого нельзя было допустить, он же сам себя не простит. Чен утирает слезы. Сидит еще минут 15, чтобы хоть немного успокоиться, а потом вновь идет в отель. На ресепшене просят подождать и звонят в номер мистера Кима, но никто не отвечает. Он может быть в другом номере. Эти слова озвучиваются с трудом. Позвоните Харви Питу. Девушка кивает и, набрав цифры, зависает в ожидании с трубкой возле уха. — Добрый вечер, вас беспокоят с ресепшена, а мистер Ким, случайно, не у вас? Судя по ответу, на том конце администратор кивает и улыбается. — К нему посетитель. Убирает трубку и спрашивает шепотом имя. — Чен-Ченгук. — Что? — Вы сами спуститесь? — Хорошо, я передам. — Гук мысленно матерится, потому что с этим мужиком он сейчас ну никак не хочет иметь дело. Опасается, что сорвется нахрен и полезет драку. Но и не хочет возвращаться просто так домой. Минут через пять двери центрального лифта открываются. Появляется Харви Питт, который пружинищей походкой направляется к ожидающему парню. Поравнявшись с ним, бросает холодный взгляд и кивает в сторону двери. Ченгук молча следует за ним. Кажется, разговор будет долгим. И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует. Глава 14, часть 2 будет совсем скоро. А с вами была Маруся. Желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...